Веб-браузер — это универсальное средство для поиска информации и для доступа ко всем сервисам современного интернета. Новый браузер RockMelt позволяет искать информацию быстрее, делиться ей с друзьями, поддерживать связь и оставаться в курсе самых последних новостей. Для всего этого есть специальные инструменты, о которых мы сейчас и расскажем. Сейчас проходит ограниченный бета-тест нового браузера, и для того, чтобы принять в нем участие, надо получить приглашение в социальной сети Facebook. Оставить запрос на получение приглашения можно на странице команды разработчиков браузера. Установка браузера не займет много времени и не вызовет никаких затруднений даже у начинающих пользователей. Сразу после нее вам будет предложено подключить профиль из социальной сети Facebook и начать работу. Зачем подключать профиль? Все очень просто. RockMelt позволяет получать уведомления из социальных сетей и сервисов без перехода на сайты, но обо всем по порядку. Интерфейс нового браузера повторяет популярный Google Chrome, ведь он также построен на основе открытой платформы Chromium. Здесь, как и в Chromium, есть вкладки или табы и универсальная строка для поиска и ввода веб-адреса. Так что многим это покажется более чем привычным. Но справа от нее расположена еще одна строка для поиска. Если вы введете поисковый запрос тут, то результаты появятся в специальном окне. Оно расположено поверх окна браузера и позволяет просматривать результаты поиска и открывать их в новых вкладках. Так вы можете находить нужное быстрее и просматривать куда больше страниц, чем при использовании вкладок. Справа и слева в окне браузера расположены специальные панели. Они похожи на виджеты для быстрого доступа к социальным сетям, просмотру новостных лент и отправки сообщений. Справа вверху на панели расположена кнопка отправки приглашения к тестированию RockMail. Если вы хотите поделиться с кем-то понравившимся браузером, то просто кликните по этой кнопке и выберите друга из социальной сети Facebook. Ниже расположены виджеты уведомлений из социальных сервисов и сетей. По умолчанию это Facebook и Twitter. Данные учетной записи Facebook вы ввели еще при запуске браузера. А данные учетной записи Twitter можно указать в любое время. Для этого достаточно кликнуть по соответствующей иконке и ввести свой логин и пароль из сервиса микроблогов. После этого вы сможете просматривать обновление статусов друзей и отправлять сообщения, как при помощи любого клиента для Twitter. Точно так же можно обновлять статус Facebook и просматривать ленту активности ваших друзей. Но вы также можете добавить ленты новостных каналов RSS и другие социальные сервисы. Для этого кликните по кнопке AdFeeds и введите адрес. Теперь обратите внимание на левую панель. В самом верху расположена иконка с вашим аватаром. Кликнув по ней, вы можете обновить статус в социальных сервисах. Это очень просто. Выберите социальную сеть или сервис из выпадающего списка и введите текст. В завершение останется только кликнуть по кнопке Update. Ниже в левой панели расположен список ваших друзей из социальной сети Facebook. Вверху по умолчанию расположены те, кто в данный момент в сети. О статусе друзей также говорит небольшая пиктограмма на аватаре. Зеленый в сети, красный занят и так далее. Наведя указатель мыши на аватар пользователя, вы можете просмотреть последнее обновление статуса, а клик по нему вызовет дополнительное окно, где будет доступна вся лента активности пользователя. Написать сообщение или оставить запись на стене так же просто. Достаточно только кликнуть по аватару друга и в появившемся окне выбрать нужный пункт. И в конце еще об одной возможности RockMelt. Прочитали интересную новость или нашли забавное видео? Для того, чтобы поделиться этим с друзьями, достаточно просто нажать на кнопку Share. Вам останется только выбрать социальный сервис и добавить комментарий. Итак, все, что вам нужно, это один раз ввести свои учетные данные в популярных сервисах. И RockMelt не только расскажет о последних новостях и обновлениях друзей, но и поможет вам рассказать о чем-то интересном или важном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова